А вот малый бизнес населения, несмотря на экономические сложности, демонстрирует устойчивую динамику. В одном только Батревском районе предпринимателями произведено продукцию и услуг на сумму около полумиллиарда рублей. Объем налоговых поступлений достиг 16 миллионов. На долю бизнесменов-аграриев приходится 85% произведенного в Батревском районе зерна, более половины овощей, треть всего картофеля. Однако сельским хозяйством занимаются лишь 35% предпринимателей. Столько же работают в сфере торговли, а 26% – в строительстве и на обрабатывающих производствах. Леонид Хлебников с братом владеют мастерской кованых изделий. Спрос на продукцию хороший. В Батревском и соседнем Комсомольском районах любят украшать свои дома, ворота у селян, как на подбор. Так что приходится постоянно обновлять ассортимент. Вот сидим, думаем, смотрим, там, там, по интернету, в кино даже, вот увидишь что-нибудь, и надо уж посмотреть, попробовать. Пробуем. Получается вроде, работаем уж. Куда деваться. В районе две строительные компании, конкурирующие друг с другом. Единственное оружие в этой полезной для потребителя войне – качество, работа и услуг. Строят быстро. Во-первых, это помогает удерживать стартовые цены на жилье. А во-вторых, половина квартир идет на благое дело. Нашими силами осуществляется строительство 45-квартирного жилого дома. В этом доме, значит, приобретаются квартиры и по социальным программам. Были куплены семь квартир детям-сиротам, также по молодежным программам. Что еще? Строительство начато в июле 2014 года. Собираемся сдать в августе будущего года. Предприниматели Батаревского района активно привлекают кредиты на развитие своего дела. Но, как отметил глава администрации Николай Глухов, все средства возвращаются в срок. Нет ни одного рубля задолженности. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.